Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника, профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации. Герой нашего следующего сюжета – моряк-подводник, отдал годы службы Военно-морскому флоту Российской Федерации. Подробнее в репортаже Тины Копачевской и Георгия Калинина. Романтика далёких морей, отважных путешественников и суровых морских будней. До сих пор волнует сердца тысячи мальчишек. Но только некоторые из них становятся моряками-подводниками. Андрей Стеблянов 15 лет прослужил на атомоходах, судов с ядерной энергетической установкой. Стать моряком-подводником Андрей Стеблянов мечтал с детства. Ну какая-то была морская романтика или ещё что-то. У нас тогда протока была судоходная. И что строительство, я не знаю, наверное, в Баронепорском там что-то строили. Были теплоходы, которые ходили, бабы таскали с песком, с отщебнем. И экипаж детей дал. Мы были пятым лет штурм-классе, прокатить на пароходе. Дали постоять у штурмала, пулить. Потом приходили офицеры в школу, туда рассказывали про лотик. Как-то это всё это дело. Детская мечта переросла в реальность. После школы Андрей Стеблянов поступил в военно-морское училище в Салихард. После учёбы его призвали на срочную службу в Тюменский военкомат. По распределению он попал на Камчатку во вторую флотилию атомных подводных лодок. Тогда он понял, что быть моряком-подводником – его призвание. Эта особенная профессия, считает Андрей Владимирович. Здесь мало быть мужественным и не бояться безбрежных океанских вод. Чтобы служить на подводной лодке, нужно иметь определённый склад характера. Ведь трудно находиться сутками, неделями, а бывает и месяцами в подводной лодке. Работать в замкнутом пространстве, хорошо себя чувствовать по толще воды на глубине 600 метров. И не испытывать психологического дискомфорта, зная, что твоя жизнь полностью зависит от работы механизмов. Представьте себе, оборонная лодка – это примерно как шестиэтажный 9-й подъезд на живой дом. Это огромное сооружение. Два атомных реактора, две трубины, мощность огромная. И оборонная лодка, она как бы воплотила все технологии в себе. И физика, и химия, и передовые технологии обороны. Это всё там применяется. Лодка, она как-либо, она дышит из воды. То есть она не берёт запас воздуха к себе. Вода у нас аж 2-го. Путём гидролина мы разбиваем воду на водород и кислород. Кислород мы берём себе. Водород мы его кристаллизуем, чтобы не выбрасывать его. Это такие технологии, которые… Даже одежда. Просто, почему одежда разовая, потому что нет возможности такого объёма воды. Вот вода варится, испарители стоят, варится ответственная вода, несётся себе. Но ей не столько достаточно, чтобы… Хотя применяется душ, смены моются. Сурбрыжет три смены, четыре часа стоишь, четыре часа воздух стоишь, четыре часа отдыхаешь. Питание на подводной лодке было хорошим, говорит моряк в отставке. Правда, хранились продукты по особым технологиям. Питается подводная лодка по четвёртой категории. У нас четыре категории питания. Пятая категория – это только космонавты, потому что она очень хорошо кормит. Но всё это питание идёт в железных банках. Вот картошка, она идёт, наверное, картошка в две готовые употребления. Она идёт уже почищенная, водой залитая сырая картошка, закатанная в железную банку. В банку открываешь, достаёшь картошку, она уже почищена, порезала её, можно жарить. Её не сломить и сразу купить. Зачем? Шоколад тут, Алёнке даёт шоколад маленький, они тоже идут в железных банках. Персики, вот сушёные персики, любого, всё идёт в железных банках. В 1998 году Андрей Стеблянов ушёл на пенсию. Он заботливый муж, отец двоих детей и уже дедушка. Несмотря на новую работу, повседневные дела и заботы, он никогда не забывает о жизни в море. Андрей Стеблянов – член Славянского районного отделения Российского морского собрания. Он и его коллеги проводят встречи с молодёжью. Рассказывают им о постепенном становлении подводного флота. Его большом значении для обороноспособности страны. Мы же проводим, ещё поддерживаем ежегодный конкурс «Алые паруса». Морское собрание поддерживает. Вот ездим по школам, да ездим по школам, рассказываем про службу, рассказываем про подводные лодки, про надводные кораблики, кто-то на надводных кораблях, кто-то на подводных лодках. Мы рассказываем детям, как мы служили, зачем мы служили, почему мы всё это делали. Почему? Потому что я считаю, что своим домом флоту мы остаемся верным раз и навсегда, что всегда мы будем раскатывать. Далеко не каждый способен работать в непростых условиях на огромной лодке под водой. Но сегодня представить наши военно-морские силы без тысяч подводных лодок просто невозможно. Они вносят немало вклад в обеспечение стратегической безопасности нашей страны. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».